Мы считаем, что надо усилить работу с борьбой с Сердюковщиной. Сейчас пытаются отбеливать и спустить на тормозах это грязное, мерзительное дело, которое, по сути дела, изуродовало всю военно-промышленную политику. Принял решение отстранить министра Сердюкова от занимаемой должности, именно потому, что возникли сомнения в способности его, как министра, руководить процессами, связанными с собственностью. Но если он куда-то захочет устроиться, его будут брать, не считая, что мы должны препятствовать. Человек имеет право на работу, имеет право где-то работать. У нас же не 37-й год. Вот этот бывший министр обороны, это такая боль. И мне кажется, вы его назначали. Как вернуть эти деньги, которые они уворовали? Славянка это и прочее. Я никого не оправдывал. Я действительно назначал Сердюкова в свое время. И он в целом, что касается реформирования вооруженных сил, двигался в целом в правильном направлении. Да, есть сомнения в корректности поведения и принимаемых решениями министра обороны. Поэтому он отстранен. Но уворовали или не уворовали, как вы сказали, может решить только суд. Чем могу вас заверить? В том, что и следствия, и судебное разбирательство будут предельно объективными. Нет желания никакого кого-то выгораживать. Почему главнокомандующий не знал, что делает министр обороны? И еще спрашивают, не превратится ли вот эта борьба в очередную компанию еще. Я уже сказал, что главнокомандующим-то стал я 7 мая прошлого года. Посмотрите, когда дело было возбуждено. Так что, как только я начал знакомиться с делами, как только мне показали, в том числе и показали результаты работы счетной палаты, стало ясно, что одной счетной палатой там не обойтись, ее недостаточно, и нужно подключать правоохранительные органы. Материалы тут же были переданы в прокуратуру и следственный комитет. Правильно вас понимают, что в предыдущий срок этому делу не давали ход? В предыдущий срок не было результатов работы счетной палаты. Появились результаты работы счетной палаты. В это время я стал и президентом, и верховным главнокомандующим. Мне доложили, и я тут же дал команду передать это в следственный комитет. Все это должно быть определено следствием. Скрупулезно проанализировано и предъявлено суду. Как в отношении всех фигурантов по делу, которые есть сейчас, так и в отношении других лиц. До тех пор, пока этого не сделано, и он, и другие лица, они предполагаются невиновными. Я просил бы об этом не забывать. Ну а как справиться с такими репутационными потерями? Они же все равно будут. Вы знаете, какие-то репутационные потери нужно понести. Ничего в этом страшного нет. Потому что все время говорить о том, что мы белые и пушистые, тоже нельзя. Если есть факты, лучше эти факты предъявить. А чем теперь будет защищать нас наша армия? Мы обсуждали у президента. Речь идет о гособоронзаказе, отечественном предприятии, в срыв которого часто вменяли в вину экс-министру Сердюкову. Причем речь, по мнению оборонщиков, идет не только об непатриотичности или угрозе безопасности, если заказывают импортное оружие, но и о том, что купить у своих – это дать работу целым городам. Хотя Путин, как главнокомандующий, подчеркнул отдельно, нужно прописать общие правила игры, которые будут диктовать, по чем покупать и по чем продавать, чтобы всем было выгодно. Я прошу поддержать промышленность оборонную. Разделите нас от этой торговли. Пусть одни торгуют, а другие живут. У нас сегодня кто торгует, тот и живет. Министерство обороны напрямую представляет интересы государства. Других денег, большего объема денег не будет. Уже сто раз об этом сказал. На одном из последних совещаний опять звучат предложения что-то увеличить. Мы увеличить бы и рады, может быть. Денег нет. У нас ровно половина финансирования. То есть мы их деньги уже истратили. Нам передать уже нечего. Вот реально передать нам нечего, потому что мы уже истратили. 5 миллионов долларов и 125 миллионов рублей. Итог спецоперации ФСБ и МВД. Деньги нашли в офисе фирмы, работавшей по контракту с военными. Компания «Славянка» получала миллионы на капремонт зданий и обналичивала их через фирмы от надневки. А ремонта в Минобороны так и не дождались. Это, вероятно, самая крупная сумма наличными, которую удалось изъять у тех, кто проходит по делу об околовоенной коррупции и связан с холдингом «Оборонсервис». Глава «Славянки» Александр Елькин и его советник Юлия Ратанова задержаны. Следователи говорят, что они собирались бежать из страны. По данным МВД, Елькин с «Оборонсервисом» работал около двух лет. За это время контрактов под обещание следить за состоянием военных городков было заключено на 63 миллиарда. Вот обыск у него дома, в трехуровневой квартире на Малой Бронной. Золоченая сантехника, дорогие часы. Черная бухгалтерия, попавшая в руки оперативников, как детективный рассказ о том, как бюджетные деньги улетали в вентиляционную трубу. Когда, например, был заключен контракт на капремонт системы вентиляции в одном из зданий Колымажного переулка. Деньги получены и даже потрачены. Отчет написан. Вентиляции в здании нет и не было. То есть мы их деньги уже истратили. Нам передать уже нечего. Вот реально, передать мне нечего, потому что мы уже истратили. В последнее время вокруг министра обороны сгущались тучи. Речь идет о мошенничестве при реализации недвижимости земельных участков и акций, принадлежащих компании «Оборонсервис» под контрольной Минобороны. По данным следствия, из имущественного комплекса компании «Оборонсервис» выбирались наиболее ценные и престижные объекты и участки, в том числе в Москве. Затем в эту недвижимость вкладывались огромные бюджетные средства, а после собственность продавали по существенно заниженным ценам. Покупателями, как утверждает в Следственном комитете, были коммерческие структуры, аффилированные с компанией «Оборонсервис». На фоне всех этих событий президент принял решение отправить Анатолия Сердюкова в отставку. Новым министром назначен губернатор Подмосковья Сергей Шойгу. Для того, чтобы создать необходимые условия для объективного расследования всех вопросов, которые возникли в этой связи, мной принято решение освободить министра обороны Сердюкова Анатолий Дурович от занимаемой должности. Вместе с тем, в последние годы немало сделано для развития вооруженных сил, для решения социальных вопросов военнослужащих, имея в виду и повышение денежного удовольствия, и решение жилищных проблем. В 18 коттеджах санатория-профилактория Подмосковья, которая принадлежит ФНС, жили сотрудники Министерства обороны, в том числе, кстати, и бывший министр обороны. Следователи провели обыски, и в рамках этих обысков, естественно, обнаружили предметы и документы, имеющие отношение к делу. Тут где-то есть коттедж Сердюкова, не знаете, где они? Не знаю. А не покажете нам? Покажем. Живописные берега Пяловского водохранилища частично сдали в аренду. На территории санатория выросли элитные дома, чистейший воздух, сосновый лес. Территория охраняется. Будет забор, вон там. Арендовала коттеджи известная фирма безопасности связь, во главе которой соратник Васильевой, арестованный Елькин. В деле таким образом появилась новая формулировка. Организованная преступная группа среди подозреваемых. Впрочем, в количественном выражении лидируют женщины. Именно женщины, по некоторым данным, многое решали и в самом Министерстве обороны. Понимаешь, мне нужен кто сможет понять, и увидеть во мне целый мир. Одна из них, самая красивая, так ее называли, уволилась, молодая и, видимо, талантливая. Марина Чубкина, возглавлявшая аппарат директора спецстроя России, сможет посвятить себя творчеству. Опереться на силу любви. Можно ли в 27 лет стать вторым человеком в Главном управлении международного военного сотрудничества? Это на минуточку поважнее разведки. А руководителям департамента образования в Минобороне не преподавая ни часу, а заправлять энергетикой отрасли вот так с кондачка. Раньше, отвечая на такие вопросы, мы простерялись, но сейчас говорим смело. Можно. С приходом Сердюкова, вы знаете, он привел с собой большую команду. Первый его приход – 23 человека. Все это топ-менеджеры, менеджеры, большинство из них – это милые, симпатичные молодые женщины. Короткая биографическая справка. Вот, например, Екатерина Приезжева. При Анатолии Сердюкове руководитель департамента образования Минобороны. До этого работала начальником отдела контроля за оборотом алкогольной продукции в Питерском комитете, потом в налоговой инспекции. В Минобороне среди подчиненных получила милую кличку в честь домашней собачки. Это за то, что, не имея опыта в сфере образования, вела трехуровневую баллонскую систему с бакалавриатом и магистратурой. Это повлекло резкое снижение качества подготовки офицеров. Приезжева хорошо овладела специальной терминологией, но внятно обосновать суть и цели реформы так и не смогла. Ольга Харченко, 26 лет. Сидела в кресле руководителя департамента жилищного обеспечения. Запомнилась многим только по прозвищу, тоже кинологическому, дама с собачкой. Появлялась на совещаниях с маленьким щенком на руках. В итоге уволилась через год с выходным пособием 15 миллионов рублей. Татьяна Шевцова была назначена замминистра в 2010 году. С ее именем военные связывают многомесячные задержки зарплат. Из-за этого за чиновницей закрепилось неприятное прозвище. Вот эта 27-летняя девушка сидит в короткой юбочке. Игрушка такая, зайчик, пушистники на коленочках. Вот этим занимается. Мы последний магикан. Вот мне 60 лет, Владимир Владимирович. Я чувствую, что у вас. Мы уходим. А после нас, вы знаете, никого нет. Летчик-испытателя нет в России. Нету. Анатолий Сердюков по-прежнему свидетель. И у него трудная задача засвидетельствовать, что свидетелем исчезновения из военного бюджета миллиардов министр обороны не был. Впрочем, официальный представитель Следственного комитета говорит, что процессуальный статус многих свидетелей по делу может быстро измениться. Принцип тот же. Неприкасаемых нет. Но это же не только экономика. Это же высшие эшелоны власти, называя вещи своими именами. Ну, я еще раз повторяю. Если вы думаете, что для следствия есть какие-то препятствия, кто является фигурантами уголовных дел, вы ошибаетесь. Не надо политизировать уголовные дела. У нас Следственный комитет занимается расследованием обычных уголовных дел. В наших уголовных делах нет и не может быть политики. И Сердюков будет допрошен на общих основаниях, как и все. И если возникнет необходимость допросить Сердюкова, он будет допрошен на общих основаниях. Анатолий Сердюков провел почти три часа в главном военном следственном управлении. Однако, несмотря на это, по данным Следственного комитета, бывший министр отказался давать показания, сославшись на статью Конституции, которая дает ему на это право. Как заявил официальный представитель следствия Владимир Маркин, бывший министр предоставил несколько листов своих пояснений, в которых изложил свою версию реализации имущества Министерства обороны. Позиция, которую занял Анатолий Сердюков, только воспрепятствует расследованию. Но у следствия есть масса вопросов к Сердюкову по-прежнему, в том числе на том, как принималось решение о реализации недвижимости Министерства обороны. Почему сделки совершались по таким ценам? Позиция, занятая господином Сердюковым, не гарантирует ему, что он так и останется свидетелем по делу. Вполне вероятно, что его статус может поменяться. Занимаясь расследованием этого дела, Владимир Владимирович Яр столкнулся с парадоксальной проблемой. С одной стороны, десятки и сотни высочайших профессионалов добыли факты доказательства, свидетельства, документы, которые непровержимо доказывают вину этих мошенников, перегревшихся в структурах Министерства обороны. С другой стороны, мы слышим, что никакой фактологической базы для того, чтобы привлечь их к ответственности нет. А некоторые фигуранты до сих пор ходят в статусе свидетеля. Народ говорит, что какая-то сильная, могучая, тайная рука манипулирует расследованием этого громаднейшего уголовного дела и просила вам задать вопрос, вы не знаете, чья это рука. И второй вопрос. Как вы, Владимир Владимирович, как гарант нашей Конституции, видите свою роль в том, чтобы расследование вот этой кучи уголовных дел, расследование и по оборонсервису, и по Васильеву, по Сердюкову шло в нормальном, честном, открытом, принципиальном русле, а не превращалось в какую-то пародию, над которой смеется народ? В заключении моего выступления позвольте выразить уверенность, что в отличие от Сердюкова, отвечая мне, вы не прибегнете к 51-й статье нашей Конституции. Спасибо. Виктор Николаевич, я очень дорожу вашей поддержкой в качестве моего доверенного лица. Знаю, что вы человек, который болеет за страну, за армию. Ну, вот вы сказали по поводу того, что факты доказывают вину всех вами перечисленных лиц. Вину. Вину, да. Доказывают эти факты вину, кого бы то ни было, или не доказывают, может определить только суд. Но в чем вы абсолютно правы. И я в этом абсолютно не сомневаюсь. Дело будет доведено до конца. Но это совсем не значит, что мы должны из политических соображений, для того, чтобы красиво выглядеть перед возмущенными гражданами, любой ценой засадить их за решетку. Но не надо нам возвращаться к этому мрачному периоду 1937 года. Дело Сердюкова только началось и теперь превращается в какой-то затяжной анекдот. Параллельно с этим суд 17-го числа в Кирове по делу Навального. То есть здесь мы долго-долго не можем дойти до суда, тут, опаньки, сразу суд. Как объяснить обществу, что это не компанечено по борьбе с оппозиционерами, а действительно, как вы сказали, закон превыше всего? Почему по Навальному суд быстро, а по Министерству обороны суд долго? Ответ очень простой. Потому что объем деятельности Навального вряд ли можно сравнить с объемом деятельности в рамках Министерства обороны. Но Сердюков до сих пор всего лишь свидетель. Сердюков свидетель. Он же не обвиняемый. Вот это и пугает. Почему? Вы считаете, что он априори должен быть обвиняемым? Нет, не априори. Просто возникает тогда вариант «плохо видел». Если каждый день выясняются новые миллиарды хищений, а человек, который подписывал бумаги, никак не мог разглядеть, что подписывает, то в любом случае это он свидетель чего? Свидетель или, как говорят классики, на шухере стоял? Вот этим как раз и занимается следствие. И если он до сих пор не является обвиняемым, значит до сих пор в руках у следствия нет необходимого количества аргументов, которые привели бы к изменению его статуса. Обратимся к тем же словам президента относительно того, что сейчас не 37-й год. Возможности по уничтожению новой плеяды коррупционеров видно сильно ограничены, учитывая, как долго идет следствие по Сердюкову и учитывая, что до сих пор некоторые фамилии так в воздухе витают, но никогда не проявляются.